Доброе утро! Я Ольга Могучая в эфире Вести Хакассия. И прямо сейчас мои коллеги расскажут вам о самом главном и интересном в республике. Сегодня в дома абаканцев начнут подавать тепло. Соответствующее постановление подписал глава города Николай Булакин. Это связано с нестабильной уличной температурой воздуха и прогнозируемым похолоданием. В Абакане задержаны незаконные торговцы оружием. Двое молодых мужчин наладили нелегальный бизнес в магазине хозяйственных товаров. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы. Первый день рождения отмечает сегодня перинатальный центр. Год назад его сдали в эксплуатацию. За это время в стенах современного медучреждения на свет появилось более трех с половиной тысяч малышей. 33 ребенка родились весом менее килограмма. Энергетический класс открылся в Хакасском техническом институте. Это большое событие для школьников и преподавателей. Первыми слушателями энергокласса стали ученики из пяти школ города Абакана. ХТИ идет в ногу со временем. Время диктует организацию работы по проекту школа-вуз-предприятия. Преподаватели института, кандидаты и доктора наук будут проводить с десятиклассниками углубленные занятия по физике и математике. По субботам с использованием хорошо оснащенных вузовских лабораторий. Уникальность проекта дает возможность школьникам получить качественные знания. Хорошие специалисты получаются, когда мы тянем цепочку от школы через вуз и доводим их до предприятия. Тем более сейчас стоит актуальный вопрос о трудоустройстве выпускников. И, конечно же, предприятия берут самых хороших, самых высококвалифицированных специалистов, которые должны получиться при таком взаимодействии. Партнеры нового образовательного проекта «Абаканская ТЭЦ» заинтересованы в высококлассных специалистах, а готовить их лучше – со школьной скамьи. Энергетика была, будет всегда востребована эта специальность. Всегда готовы высококвалифицированных специалистов после обучения высших учебных заведений видеть на территории у себя на предприятии «Абаканская ТЭЦ». И вот первое знакомство учеников энергокласса с преподавателями. Для детей подготовили квест на знания точных дисциплин. Вопросы нестандартные, не такие, как в школе. Поэтому детям интересно. Преподаватели высокого уровня могут многому научить, рассказать, подготовить к экзаменам, к сдаче, к поступлению, к выбору будущей профессии. Но очень рад за такую возможность. Программа занятий напряженная. Шесть академических часов каждую субботу. В конце каждого семестра – тестирование. Темы проходят такие же, как в 10-11 классах, но с большим погружением в науку. Очень довольны, конечно, что такой класс открывается. Это большая возможность подготовить ребенка для поступления в ВУЗ. И получить хорошую, престижную профессию с высокой зарплатой. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. И у меня на этом все. Я желаю вам удачного дня и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова